Бывший футболист и обладатель золотого мяча Джордж Веа не смог сдержать слёз, узнав о своей победе на президентских выборах в Либерии. Национальная избирательная комиссия обработала почти все бюллетени. «Общий процент коалиции за демократические перемены составляет 61,5%. У партии «Единство» – 38,5%. Сторонники Веа ликуют. На посту президента он сменит 79-летнюю Эллен Джонсон Серлиф – первую женщину главу государства в Либерии. «В нашей стране будут сменяться разные правительства, потому что это демократический процесс. Мы хотим, чтобы у нашего народа, у Либерии, было хорошее правительство. Поэтому мы выбрали Джорджа Манне Веа президентом республики Либерия». Первый тур выборов состоялся 10 октября. Тогда Джордж Веа набрал чуть более 39% голосов, опередив своего главного оппонента вице-президента Джозефа Бакая почти на 10%. При этом ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства. Для победы на президентских выборах в Либерии необходимо набрать 50% плюс один голос. Второй тур выборов прошёл 26 декабря. Бывший футболист победил в 12 из 15 округов страны. Джордж Веа вырос в трущобах Клара Таун в Монрове. В 1995 он стал лучшим игроком года по версии FIFA, лучшим футболистом Европы и лучшим африканским футболистом. После завершения спортивной карьеры занялся политикой и гуманитарной деятельностью. Веа женат, и у него трое детей. Италия начала готовиться к досрочным выборам в парламент. Они намечены на 4 марта 2018 года. В четверг президент Серджи Моторелло подписал декрет о распуске законодательного органа. Таким образом он дал старт избирательной кампании. По мнению экспертов, для третьей по величине экономики еврозоны начинается период нестабильности. Ранее в четверг премьер-министр Италии Пауло Джентилони выступил на пресс-конференции, посвящённой итогам года. Он похвалил работу своего кабинета, который был при власти год. «Италия – это уже не самый известный экономический хвост Европы. Если хотите найти его сзади, то там его уже нет. Конечно, до средних показателей мы ещё не добрались. Но нужно признать, что расстояние между нашими и средними темпами роста в еврозоне сократились вдвое за последние 4-5 лет». Джентилони будет возглавлять кабинет министров до тех пор, пока не изберут новое правительство. Он сказал, что Италия не должна бояться нестабильности, которая уже стала привычной для многих европейских стран. Как показывают опросы, пока ни одна партия не набирает абсолютного большинства. При этом лидирует в общественном мнении партия движения пяти звёзд, возглавляемая комиком и блогером Беппе Грилло. У неё 28% голосов. За ней следует демократическая партия, которую поддерживают 23% избирателей. Впрочем, все шансы получить большинство мест имеет консервативный альянс. В него входит партия Сильвио Берлускони «Вперёд Италия», Евроскептическая Лига Севера и правая политическая сила «Братья Италии». На их стороне 16, 13 и 5% избирателей. 127-й ребёнок, похищенный во время так называемой «грязной войны» в Аргентине, нашёл кровных родственников. Правозащитная группа бабушки площади Майя нашли дочь Марии дель Кармен Маяна и Карлоса Паблета. Супружескую пару похитили в городе Кордове в 1977 году. Женщина была на девятом месяце беременности. «Выжившие рассказали, что видели пару в центре заключения «Ла Перла» в Кордове. Позже Марию дель Кармен перевели в центр в школе механиков ВМС Аргентины, где она родила девочку». Оба родителя по-прежнему числятся пропавшими без вести. А вот их дочь удалось найти. Пока её имя не разглашается. На пресс-конференцию пришли её родные тёти. «Мы хотим сказать нашей племяннице, чтобы она сохраняла спокойствие. Мы дадим ей сколько угодно времени, чтобы всё обдумать. Мы ждали её 40 лет. С этого момента мы будем ждать её с распростёртыми объятиями и любовью». Грязная война продолжалась в период военной диктатуры с 1976 по 1983 год. За время нахождения при власти военной хунты около 30 тысяч человек арестовали. Многих пытали, тысячи человек были убиты. С 1977 года на площади Буэнос-Айреса стали собираться матери, у которых похитили детей. Они узнавали друг друга по белому платку на голове. На самом деле это была детская пелёнка. Движение получило название «Матери площади Майя». Детей хунта похищала для того, чтобы передавать их в семьи военных. Сильный ветер не позволяет пожарным справиться с огнём на испанской Майорке. Операции продолжаются уже несколько дней. С огнём борются пожарные, полиция и волонтёры. Пожару присвоили первую категорию опасности. Это означает, что есть риск для людей и жилья. Ранее из-за угрозы возгорания были эвакуированы жители 60 домов в старинном городке Палиенса на севере острова. Теперь им разрешили вернуться. Угроза жилым домам миновала. Пожарные смогли локализовать большинство очагов возгорания и преградили огню путь к населённым пунктам. В то же время пламя продолжает охватывать территории леса. Как сообщают испанские СМИ, по состоянию на четверг сгорело более 75 гектаров лесных угодий. Майорка входит в архипелаг Болярские острова. Пожар здесь вспыхнул в среду вечером. При этом скорость ветра достигала 85 км в час, из-за чего для тушения долгое время не могли отправить вертолёт. Точную причину возникновения пожара пока не называют. Допускают версию, что пожар начался из-за короткого замыкания на линии электропередач. На торжественной церемонии в Дубае объявили обладателей премии Globe Soccer Awards 2017. Лучшим футболистом года признан португалец Криштиану Роналду, выступающий за испанский Реал Мадрид и сборную Португалии. «Для меня это особенный момент. Я очень рад получить эту награду. Благодарю своих товарищей по команде, моего тренера в Реал Мадриде. Это был потрясающий год. Мы выиграли много трофеев. И я тоже. Поэтому я очень рад и благодарю людей, которые проголосовали за меня». В этом году Криштиану Роналду также стал лучшим футболистом по версии FIFA и выиграл золотой мяч. Эту престижную награду он получил в пятый раз, сравнявшись с нападающим Барселоны Лионелем Месси. Лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards признан наставник испанского Реала Зинедин Зидан. Главным тренером клуба он стал в январе прошлого года. При нём команда дважды победила в Лиге чемпионов и один раз в чемпионате Испании. Также Реал Мадрид выиграл суперкубок UEFA в 2016 и в 2017 годах. «Я благодарю президента клуба Реал Мадрид за возможность тренировать эту невероятную команду и её игроков. И конечно же благодарю и поздравляю всех моих игроков, потому что без них это было бы невозможно». Лучшим футбольным клубом года назван Реал Мадрид. Лучшим футбольным арбитром стал немец Феликс Брых. Он работает судьёй FIFA последние 10 лет. «Это очень важное для меня событие. Вы, возможно, знаете, что арбитры обычно не получают трофеев. Так что для меня это нечто особенное. Большая честь и огромная привилегия». Премия Globe Soccer Awards учреждена Ассоциацией европейских клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов в 2010 году. Школьное выпускной с ограниченным бюджетом. Учебное заведение для самых малообеспеченных семей австралийского города Алис-Спрингс провело первое торжество в своей истории. Но что делать, если у школьников нет денег даже на нарядную одежду и макияж? На помощь пришли местные жители. Кто-то пожертвовал деньги на одежду, кто-то помог девушкам накраситься. «Это хорошее учебное заведение. Во многом помогает». Рассел – первый в своей семье, кто закончил 11 классов. Он также первым побывает на выпускном. «Мои родители будут гордиться. Братья и сёстры, конечно, тоже. С нетерпением жду сегодняшнего вечера». В северной территории Австралии из школ выпускается рекордно низкое число учеников по сравнению с другими регионами. Но, несмотря на это, в этом году выпускников здесь необычно много. «У многих молодых людей душевные травмы. Они сталкиваются с проблемами отсутствия жилья. Некоторые подвергаются насилию в семье. Но они всё равно приходят учиться». Когда казалось, что лучше уже ничего не придумать, к выпускникам вышли спортсмены местной команды по регби. Они стали почётными гостями. Вечер удался на славу. На входе даже постелили красную ковровую дорожку. «Я в восторге. Очень хочу потанцевать». Между тем, местные волонтёры надеются, что эти выпускники теперь войдут во взрослую жизнь с большей уверенностью в своих силах. Клубы дыма от горящих в печи и поленьев медленно смешиваются с ароматами подрумянившихся кальмаров с брокколи и чесночным соусом. В этом аргентинском ресторане все блюда готовятся на открытом огне. И недавно это столичное заведение в здании бывшей автомастерской добавили в престижный список 50 лучших ресторанов мира по версии компании Сан-Пелегрино. Аргентинская кухня знаменита своей говядиной барбекю. Но теперь местные шеф-повара больше экспериментируют и с другими продуктами. «Мы готовим всю еду на дровах. Это делает вкус более насыщенным. Мясо, поджаренное на огне, очень вкусное. Но тут можно поесть спаржи, приготовленные на дровах. У других такого нет». А это уже другое заведение на окраине Буэнос-Айреса. Владелец этого ресторана привёз из США технологию длительного приготовления мяса-барбекю. Иногда на это уходит более 10 часов. «Если готовить в глиняной печи или в печи на дровах, то вкус получается совсем не такой, как в газовом гриле или духовке. Кроме того, огонь очень привлекает посетителей». Традиционные аргентинские барбекю называются «асадос». Обычно вся семья собирается у костра. И это уже стало частью национальной идентичности. «У нас, аргентинцев, есть глубоко укоренившиеся вещи, такие как семья, встреча с друзьями, барбекю, огонь. Самое главное на встречах – это атмосфера. Барбекю – только повод, чтобы увидеть друг друга». И эту традицию аргентинские рестораны, похоже, стали открывать заново. Вероятно, в ближайшее время она точно не будет забыта. Победить болезни с помощью бокса решили 70-летние южноафриканские бабушки. С недавних пор два раза в неделю они приходят в один из спортзалов Йоханнесбурга. Регулярные тренировки уже приносят пользу. «Много лет, когда я приходила в больницу, у меня было высокое давление. С тех пор, как я занялась боксом, врачи говорят, что у меня давление в норме. Я чувствую себя сильной, занимаясь в спортзале. Чувствую, как крепнут мышцы». По мнению специалистов, такие упражнения очень полезны при некоторых заболеваниях. «Ожирение и такие недуги, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет второго типа в Южной Африке достигло критических масштабов. Согласно исследованиям, здоровое питание и физические упражнения – идеальный способ победить эти неинфекционные заболевания». Между тем, бабушки лишь отрабатывают технику ударов, но никогда не вступают в бой. «Это часть обучения самообороне, а не тому, чтобы драться с людьми на улицах. Эта дисциплина дарит уверенность в себе. И если кто-то попытается напасть, вы будете знать, как защищаться». «Мне нравится бокс. Я спокойна. Поскольку знаю, если вор или преступник попытаются напасть на меня, я смогу ответить ему в рамках самообороны. Поэтому я чувствую себя в безопасности». Занятия боксом для бабушек проводятся бесплатно. Здесь они не только укрепляют здоровье и учатся защищаться, но и находят новых друзей. Для зоопарка Планкиндал в бельгийском городе Мехелин нынешнее Рождество стало особенным. В празднике он обрёл нового питомца – индийского слонёнка. Малыша родила самка по кличке Мэйтагу. По такому случаю некоторым сотрудникам пришлось выйти на дежурство. «В течение дня мы поняли, это скоро случится. Это было заметно из-за стула слонихи, и мы решили дежурить ночью». По мнению сотрудников зоопарка, слонёнок весит не более 100 килограммов. Малыш выглядит крепким. Минут через 20 после рождения он уже встал и сделал несколько шагов. «Это было удивительно. Это прекрасная новость для команды, которая заботится о слонах. Безусловно, это лучший рождественский подарок для зоопарка Планкиндал». Первые шаги слонёнок сделал под наблюдением двух взрослых животных. Как правило, слоны сразу же берут под защиту всех новорождённых в стаде. Зоопарк Планкиндал работает в Мехелине с 1956 года. Ранее здесь уже родились восемь слонят – один самец и семь самочек. При этом в зоопарке надеются на новые прибавления. Малышей ждут ещё две слонихи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова